Рекламный баннер с исполнителями главных ролей, настоящие входные билеты и заметка в глянцевом журнале. О просторном фойе кинотеатра зрители со всех районов Иркутска. В столице Восточной Сибири сегодня премьерный показ нового любительского блокбастера с броским названием «Свинцовый коктейль». Это история одного персонажа, который, ну, так скажем, по жанру нуар, отрицательный персонаж, играющий положительную роль. Фильм о его истории, произошедшей с ним неделю назад, занимается он, собственно, тем, что грабит криминальные элементы. Это Киробин Гуд, одни ворота. Посмотреть полнометражную криминальную комедию на большом экране пришли не только зрители, но и участники съемочного процесса. Многие из них впервые примерили на себя амплуа настоящего актера по личной просьбе автора фильма Александра Семенова. Саша с режиссером мы знакомы достаточно давно, ну, и он просто предложил сняться в эпизоде. То есть, в принципе, меня, как бы, фильмик особо и нет. Решил сняться в предложении режиссера Саши Семенова. Буквально написал мне ВКонтакте, предложил, как бы, попробовать себя в качестве актера, я согласился. Три с половиной года длилась работа над производством и раскруткой проекта. Все билеты проданы, все места заняты, редкий успех для непрофессионалов. Активная работа в социальных сетях позволила набрать 75 актеров и пригласить целый легион зрителей, которые уже требуют повторить показ фильма. Некоторые из них, ознакомившись с черновым вариантом, специально решили пересмотреть его на официальной премьере. Он у меня вызвал более положительные эмоции, чем я ожидала. Поэтому, как он мне понравился, я пришла сюда смотреть его на большом экране, с нормальным додвижом, чтобы все было слышно. Современный Робин Гуд, главный герой киноленты, значительно отличается от своего средневекового предшественника. Он любит Иркутск, но мечтает о большем. Еще пару таких чемоданчиков, и мы сможем откидываться в лучших заведениях Лас-Фегаса. Харизматичный блондин по прозвищу Тарантино грабит и убивает криминальную прослойку в столице Восточной Сибири. Деньги на бедных он не тратит, много стреляет, любит ненормативную лексику, иногда шутит и встречается с роковыми женщинами, не обремененными высокой моралью. Я сыграла мошенница-глаференчицу, ее зовут Марлен. Это такая, так скажем, условно жесткая стерва, которая живет тем, что она знакомится с мужчинами, она их соблазняет, напаивает и грабит. Сюжеты Квентина Тарантино, Гая Ричи и Алексея Балабанова легко вписались в кинематографическое полотно свинцового коктейля. Разумеется, на уровне любительского кино, но оно потому и любительское, что его у нас очень любят. Это востребованное кино, то есть людям нравится подобный жанр, и его нехватка как раз-таки порождает разной энтузиацией, причем даже на Западе. В планах автора свинцового коктейля уже новый, на этот раз коммерческий проект. Не такой криминальный, но тоже комедийный и сделанный на более высоком уровне. Съемки начнутся уже в марте будущего года. Режиссер и актер главные этого фильма, мой очень хороший был. И поэтому я решила прийти, ну, посмотреть на его творение. А вы? А я приглашение подруги. Что вы рассчитываете увидеть? Что-то неординарное, потому что Саша такой человек, он отличается от многих людей и, ну, что-то будет интересное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...